всем привет многих раздражает то что я благодарю каждый раз вас за просмотр этих монологов и за то что вы пишете комментарии но я продолжаю вас за это благодарить потому что вы же тратите время и силы на это поэтому спасибо вам за то что тратите время и силы на это вот я же читаю ваши комментарии и иногда вспоминаю пластинки которые забыл показать забыл снять с полки и показать вам хотя они того стоят вот например мне напомнили группе groundhogs оказывается есть среди российских любителей музыки условно называемый рок те кто знают и любит группу groundhogs все знают и любят отечественные меломаны группу grand funk все любят джимми хенрикс experience но может быть не любит но знают да если говорить о так называемых power trio гитара бас барабаны да а некоторые знают и groundhogs которые не хуже этих вышеупомянутых групп но джимми хендрикс experience это отдельная история вообще если говорить о всех прочих трио роковых то groundhogs я бы поставил после хендрикса наверное первое место но это мое личное мнение собственно говоря это трио можно сказать что но это трио да безусловно там первые самые знаменитые альбомы записаны классическим составом потом группа разошлась потом снова собралась потом снова разошлась но все время в других составах и единственный постоянный участник группы groundhogs это тони макфи певец гитарист аранжировщик композитор и вообще удивительный человек удивительный музыкант один из самых интересных наверное британских музыкантов я не буду греть гитарист что лучший гитарист не лучший гитарист кто лучший гитарист я уже тысячу раз говорил что лучше гитаристов нет вообще в природе но их не существует самого лучшего гитариста не существует в природе все хороши гитариста хорошие Я действительно так считаю Если человек играет на гитаре Записывает пластинки Мы их слушаем Значит это уже хороший гитарец Плохих мы не слушаем Но Тони Макфи Это не касается последнего пассажа Потому что это виртуозный музыкант Со своим звуком неповторимым Он играет на гитаре так Как будто все аккорды Все сольные партии Он играет вот так То есть он подцепляет струны снизу И дергает их страшно Конечно он играет не так Конечно он играет как все Но звук именно такой Такой пробивающий Такой пугающий Я бы сказал Потому что вот ощущение такое Что сейчас все разорвет просто И гриф еще сломается Но при этом все это очень быстро Очень точно, очень технично И наверное я могу сказать Что более точно Играющих гитаристов Я наверное не слышал Потому что Нет-нет Да где-то Ладно я не буду говорить о том Что не те ноты берутся Да там Допустим те Но в динамике где-то что-то Где-то где-то что-то качается Ну если это на компьютере Не прорисовано Как в поздние годы уже делается Все мы знаем Как записываются Альбомы в наше время Ну я не знаю Может быть вы не знаете Я знаю Я это видел сам Сам записывал Все это двигается Прорисовывается Динамика равняется Все это О-ля-ля Как происходит Здесь нет Здесь Первый альбом вообще записан Вживую Правда в студии Но вживую Здесь на нем написано даже Что все записано Вживую В течение трех дней Но Что-то не получилось Пришли завтра Записали Что-то опять не получилось Пришли послезавтра Записали Все получилось Свели Выпустили альбом Тони Макфи родился Если мне память не изменяет В 1944 году А может быть в 40-м Я не помню точно Но К сожалению В прошлом году умер В 2023 Оставил после себя Очень много пластинок Очень много Пластинок Граунд Хокс И еще больше Сольных пластинок И Играл он Классический блюз Играл он Не классический блюз А именно Белый британский блюз Играл он Тяжелый рок Играл он То что называется Прогрессивным роком Кстати говоря В группе Граунд Хокс Я могу Безо всякого стеснения Отнести термин Прогрессивный рок Потому что Это не погружение В классику Не вытаскивание Каких-то цитат Из классической музыки А это развитие Блюза До каких-то Невероятных пределов Предела нет Фантазии Тони Макфея Там такого Навороченного Накрученного Что вам дорогая Потом совершенно Извращенный Тяжелый рок Потом электронная музыка Типа Ambient Записывал Тони Макфея И такие вещи И потом Уже не знамо что Очень много У него Записей Но Наши меломаны Любят больше всего Пластинку Я понял Из переписки Я понял Что Thank Christ for the Bomb Пластинка 70-го года Она у меня есть Как вы видите Вот такая Пластиночка Она Очень хорошая Я бы не назвал Ее лучшей Но Тем не менее Хорошая Это был период Когда вышло Три альбома Которые Называются Трилогией Ну собственно говоря Они трилогией Являются По задумке Это антивоенный Цикл Большой 70-й 71-72 год 72-го Split У меня нет Называется Split Вторая пластинка Вот Thank Christ for the Bomb Первый 70-й год Потом Split И потом Who Will Save the World Вот этот альбом Который Совершенно не хуже Чем Thank Christ for the Bomb А потом Пошли Альбомы Очень интересные И один из моих Любимых Это последний Альбом Классического состава Под названием Black Diamond Вот этот Вот это По-моему 75-й год Если мне память Не изменяет Ну не буду рыться Вроде 75-й Вот это Тяжелый Рок Шизофренический Совершенно В хорошем смысле Этого слова Ну кстати говоря Тони Макфи Называли И шизофреническим Блюзом Знатоки Блюза Критики Тех лет Он играл С Джоном Ли Хукером Две пластинки Записаны Граундхокс С Джоном Ли Хукером Ездил на Гастроли В туры Ездил С Джоном Ли Хукером Ездил С разными Другими Блюзменами А потом Стал записывать Собственные Альбомы Уже без Джона Ли Хукера Первая Пластинка Scratching The Surface 1968 года Она мне Дико нравится Она мне нравится Гораздо больше Чем С С Крайз В Де Бомб Например Почему Потому что Это классический Блюз Вроде бы Но Я уже сказал Говорили Что это Шизофренический Блюз Потому что Он настолько Не похож на классический По форме Похож Но Такая Яростная Гитарная Игра Не в смысле Быстро Много Нот А в смысле Вот этом Вот этом Вот этом С таким Звуком Вынимающим Мозг Просто И удивительно Точно Удивительно Точно Очень много Нот С одной Стороны С другой Стороны Точно И Не так Как играют Все остальные Совсем Не похожа Игра Тони Макфина Очень Интересная Это еще Квартет Здесь еще Присутствует Губной Гармонист Стив Рай И классический Состав Это Пит Крокшенк Бас-гитара И Кен Постельник Ударный Вплоть Вот до Блэк Даймонд Они держались Втроем Потом Уже Состав Поменялся Но Эта пластинка Была Хорошей И есть Хорошей Я ее Очень Всем Рекомендую Особенно Полотно Под названием Man Trouble На второй стороне Длинное В одном Аккорде Блюз Но такой Психоделический Ощущение Такое Что это Тот самый Прогрессивный Блюз Какой-то Прогрессивный Рок Медитативный Но очень тяжелый Вообще Музыка у Макфи тяжелая Вся тяжелая И блюз тяжелый И не блюз тяжелый Очень здорово И последний Номер Стилла Фул Это же Полное безумие Полное безумие Гитары Но Пластинка Продавалась Не очень хорошо Потому что Блюз Вообще Продается Плохо Продавался Продается И будет Продаваться Плохо Это Факт Жизни Далеко Не все Люди Любят Блюз И покупают Его Хотя Армия Блюзманов Велика Ну Ее не сравнить С армией Которые Покупают Другую музыку А Макфи Дружил С господином Берчем С Мартином Берчем И Мартин Берч в 70 Году Сказал Своему другу Тоню Макфи Слушай Я сейчас записываю Группу Дипепл Пластинку Которая Стала Называться Inrock Да Мы делаем Такой звук Новый Это будет Шаг Широченный Шаг В шоу Бизнес И Наверное Этот шаг Принесет нам Успех И Предложил Тоню Макфи Свои услуги Тоню Макфи На фоне Того Что пластинки Продавались Не очень хорошо Решил подзаработать Денег И Вступил В Альянс С Мартином Берчем И Получилась Вот эта пластинка Сэн Крайсфорда Бомб Спасибо Иисусу Христу За Бомбу Об этом и поется В заглавной песне О том что началась война В 14-м году Парни пошли умирать Потом в 39-м году Парни пошли умирать Но эта война Кончилась Атомной бомбой Взрывом В Хиросиме И спасибо И спасибо Граундхоги Только мы спасем мир Возможно Да Красота Я не уверен Что спасет мир Но она спасает Нас с вами Поэтому Будем Все таки Красоте отдавать Приоритеты Чем хороша Эта пластинка Она Как я уже говорил Повторю В третий раз Она шизофренична Безумна И невероятно Интересна Блюзовая Основа Тони Игры Тони Макфи Никуда не делась И никуда не девается Вплоть до последних Его Записей Он Блюзман Как был Так и остался Но здесь Прямого блюза Классического Практически нет Здесь такие Гитарные навороты Которые я могу Сравнить Например Если говорить О второй стороне Sleep on the ocean Песня Первая По структуре Она ближе Все Наверное К музыке The Who Огромное количество Аккордов Ритм гитары Чудеснейшее Ну Тони Макфей Играет И на ритм гитаре И на Соло гитаре И несколько партий Накладывает Все гитарные дела Здесь его И вот Эта вот Манера В которой играет Пит Таунсенд Да Здесь Тони Играет по другому Конечно Но в принципе Те же Те же аккордовые Навороты Ритмические Сверху Он поет Поперек Казалось бы Ритмически выстроенных Вот этой Ритмической сетки В которой Лежат аккорды Поет поперек Красивую мелодию Но быстро Все быстро Все жестко Это все рок Это Мартин Бёрс Крутит ручки Накладывается Соло Барабаны Бас И все Несется Все Непредсказуемо Потому что Если говорить о песне Например Солджер На первой стороне Номер 3 На первой стороне Начинается Заздравие Окончается Еще больше Заздравие Начинается Как Такая балладная На двух аккордах История Развивается В какой-то Космический Не в смысле Спейс-рока А космического Масштаба Тяжелый Гитарный рок С этой Вот этой Гитарой Макфи Просто Невероятно И Darkness No Friend Номер 2 На первой стороне Вроде бы Ритм и блюз Начинается И вроде бы Понятная Структура Пойдет дальше Но вдруг Неожиданно Поперек Идет гитарный Риф Очень странный Точнее Риф не странный А он странный В контексте Самой песни Никто не ожидал Такого Идет сбивка Ритмическая Меняется Ритмическая Структура Меняется Рисунок На этом рифе Мы повисели Повисели Очень нервно Потом раз Опять съехали Опять Изначальную Вот эту Аккордовую Историю Очень интересно Все Просто интересно А самая чудесная Песня Это Гарден Вторая На второй стороне Тоже Начинается Как вроде бы Баллада С акустической Гитарой Потом Напрягается Напрягается Вырастает 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 Жуткая Глиссанда На Электрической Гитаре Потом Еще Одна Пули Полетели Самолеты Полетели Что-то Такое И гитарный Взрыв Который Длится Несколько Минут Полностью Поглощает Наше Внимание И Заинтересовывает Заинтриговывает Очень Все Очень Все Круто Что касается Заглавной Песни Сэн Крайз Фо Бомб Симпатичная Баллада На акустической Гитаре Несколько Куплетов Где Макфей Поет Вот эту Историю Которую Я рассказал Про Две Войны И атомную Бомбу Потом Небольшая Чуть Чуть Пауза И Тони Макфей Играет Ядерный Взрыв На Электрической Гитаре И играет Его Несколько Минут Потому Что Ядерный Взрыв Большой Он Стоит Долго Гриб И Несколько Минут Ядерного Взрыва Изображает Тони Макфей На своей Гитаре Вместе С Группой Это Настолько Убедительно Что Никакие Синтезаторные Рядом Не Лежали Группа Изображает Музыкой Несколько Минут Вот Этот Вот Но Это Все В Мелодии Это Все Не Просто Хаос Какой Это Все Сыграно Очень Круто Очень Советую Вот Эту Пластинку Об Остальных Записях Особенно Вот О Black Diamond Я Расскажу В Другой Раз Потому Что Пришла Пора Пойти Пить Пока